Здравствуйте, дорогие друзья! Пожалуйста, представься. Всем привет! Меня зовут Кирилл Сергеевич. Я врач-травматолог-ортопед. Ну, так, скромно, мастер спорта международного класса по жиму лёжа. Это очень важное событие, потому что я недавно познакомился с Кириллом и узнал у него много интересной и полезной информации. Дело в том, что Кирилл не только мастер спорта международного класса, он ещё и врач-доктор. Можешь рассказать о своей медицинской практике? Ну, практика травматолог-ортопеда. Соответственно, вокруг меня большое количество спортсменов с разнообразными травмами. Поэтому можно сказать, как спортивный травматолог-ортопед. Дело в том, что у Кирилла очень интересная история. Ну, во-первых, он ведёт канал, на котором он рассказывает о том, как тренироваться, чтобы не было травм, и как тренироваться, чтобы эти травмы эти убрать, если они, не дай бог, у вас уже есть. А также он рассказывает, как восстановиться, как лечатся те или иные травмы, как поставить диагноз. И вы можете перейти, конечно же, по ссылке в описании к этому видео и ознакомиться с контентом на канале Кирилла. Но сегодня речь пойдёт об очень интересной теме – это травмы плеч при занятиях бодибилдингом, пауэрлифтингом. Ну, то есть при занятиях силовыми видами спорта. Вот есть такое мнение, что плечи легко травмируются по сравнению с другими, как бы, ну, суставами, что это очень уязвимый сустав. Ты с этим согласен или нет? Ну, ты знаешь, как бы, практика показывает, что уязвимы у нас практически все суставы. Поэтому плечи в статистике посещения занимают достаточно весомый большой процент. Вот, да, где-то вот наравне с коленными суставами, чуть реже это локти, вот, тазобедренные суставы. Вот, ну и, наверное, самая частая – это боли в пояснице, как ни странно. Вот, но плечи, да, составляют действительно очень большой процент, и среди лифтеров, ну, у меня основной контингент моих пациентов, да, это пауэрлифтеры, вот, проблема частая. Из тех бодибилдеров, кто обращался, в общем-то, тоже, вот, и генез, что у одних, что у других, по сути, один и тот же, то есть хроническая перегрузка данной зоны. Самое популярное упражнение – это жим штанги лёжа. Наверное, из-за жима чаще всего плечи травмируются? Ну, жим лёжа, в принципе, само по себе упражнение очень непростое, хотя многие считают, что, что там, да, взял штангу, опустил на грудь, пожал, вот, да, и незаслуженно так относит жим к более простым движениям, нежели сановой тяги или присед, вот, но если капнуть чуть глубже, то жим – это очень сложное движение, да, тем более, что верхние конечности, вот, да, они несколько по-другому устроены, в отличие от тех же нижних конечностей, то есть, там, если брать, скажем, то же строение тазобедренного стола, поэтому, да, при неправильном подборе техники, да, при неправильном подборе тренировочной программы плечи у жимовиков летят с завидной частотой, в общем-то, я сам не исключение. Бодибилдинг – это такое поле для рождения и поддержания множества мифов. Например, существует такой миф, стереотип, что вот сжать лёжа с мостом – это очень плохо, это приведёт к тому, что и мышцы не будут качаться, и вообще это не жим, а какая-то породия, это обман, это обман. Вот возникли такие, как бы, стереотипы, наверное, после того, как показали жимы Марьяной Наумовой, когда она очень хорошо изгибалась, и у неё получалась амплитуда там 2-3 сантиметра, наверное, это бросило тень на мост паролифтёрский. А вот как ты считаешь, как врач, что безопаснее – сжать с применением техники моста, ну, именно для плеч, может, сегодня о плечевых суставах, ну, и вообще с точки зрения травматизма, там, с точки зрения грудных мышц, чтобы не порвать себе, не потянуть. Ну, если уж ты упомянул такие мифы и так далее, то они появились ещё задолго до рождения Марьяны Наумовой, поэтому она здесь ни при чём. Ну, она внесла вклады, имею в виду, в это. Таких людей много, которые вносят вклад, то есть, они периодически в интернете мелькают, и там действительно очень хорошей гибкостью ребят, они этим пользуются. Но это упущение больше не техники жима лёжа, а правил соревновательного движения. То есть, это разрешено. Если это разрешено, значит, это можно использовать. А если брать аспект травмоопасности, то, безусловно, при соблюдении техники моста в жиме лёжа, и здесь основную роль играет не прогиб в пояснице, как многие полагают, а именно жёсткое положение и фиксация лопаток, положение плеча так, чтобы оно никуда у вас не ходило ни вперёд, ни назад. То есть, оно чётко совершало движение, находясь прижато к суставной впадине лопатки. Здесь, безусловно, вы получите и возможность больше вес использовать, чтобы совокупности даст вам больше возможностей нарастить гипертрофию целевых мышц и сохранить свои суставы в договоримом, скажем так, состоянии, то есть, избежать травм. Дело в том, что некоторые бодибилдеры считают, что для того, чтобы росли мышцы, нужна амплитуда движения. И вот если ты будешь жать без моста, ещё и штангу опускать себе на шею, то ты хорошо растянешь грудную мышцу, ну, представь себе, как глубоко ты опустишь. И ещё и потом полностью выпрямишь руки, ещё и сократишь лучше. Соответственно, очень популярные жимы вроде гильотины, без техники моста, или просто обычный жим лёжа, локти в стороны, с касанием груди. Но вот, не дай Боже, никаких мостов, это же бодибилдинг, это же не пауэрлифтинг, нужна амплитуда движения. Как ты можешь это покомментировать? Ну, бодибилдинг – это, в принципе, спорт не очень, наверное, здоровых людей, с точки зрения вообще медицины, потому что там и период сушки, и выход на соревнования в истощённом состоянии. То есть, они гонятся за формой, но не гонятся за здоровьем. Хотя многие потом за это очень сильно платятся, потому что приходится лечиться и заниматься этим бодибилдингом, у них уже не получается. Если брать аспект амплитуды и гипертрофии, то, опять же, вариантов жима лёжа огромное множество. Мы можем использовать разную ширину хвата, мы можем использовать разный угол наклона лавки, мы можем менять положение ног относительно скамьи. Есть очень хороший вариант, так называемый военный жим. Сейчас один из сильнейших жимовиков на планете в этом виде, это Мурат Алибегов, он 285 килограмм без ног выжимает. Вот, да, и при этом, если посмотреть на степень гипертрофии его грудных и плечей, и бицепсов там, да, и трицепсов, то я думаю, что многие бодибилдеры отдадут ему дань уважения. Хотя он является, по сути, жимовиком. Так, а разве в военном жиме там есть мост? Лопаточный есть. То есть, человек, несмотря на то, что это военный жим, всё-таки сводит лопатки и выгибает, натягивает И стабилизирует плечо, натягивает пресс, стабилизирует плечо и так далее. То есть, а так, в принципе, амплитуда движения, она... Есть, опять же, для любителей извращений, Z-образный зогнутый гриф, ну, или такая трапеция. Ага, вот это пожалуйста. Такое, да. Могу сказать, что по поводу вредности бодибилдинга, я, конечно, с тобой бы вступил в дискуссию, потому что я всё-таки верю, что возможен вариант занятия бодибилдингом, когда это будет, наоборот, пользу приносить здоровье человека. Но также можно и бопорлифтингом, наверное, заниматься и повредить себе что-нибудь. Как ты думаешь? Ну, я имел в виду именно тот аспект, когда ты сказал про гирогитину и всё остальное. В этом плане, да, вот есть вредные упражнения. И вот я хотел спросить по поводу жима лёжа. Так всё-таки, если мы хотим гипертрофизировать грудных мышц, даже бодибилдер рекомендуется, чтобы он сделал мост, то есть не изгибался сильно, а вот просто свёл лопатки, натянул пресс, поднял грудную клетку, при этом он сможет и мышцы грудные лучше развить, и в конце концов, если ты травмируешься, ну как ты будешь развивать грудные мышцы, да? Ну, а там речь. То есть весь ваш прогресс закончится там отрывом, да, или повреждением плеча. Хорошо, с мостом разобрались. Дело в том, что ты мне рассказывал в ходе личного общения про очень интересную методику. Дело в том, что вот меня, как учили пауэрлифтёры Головинский, тот же самый Сарычев, но не лично, а Сарычев через свои видеоролики, вот в пауэрлифтинге очень многие считают, что вот сведение локтей повышает результат в жиме. И, соответственно, они делают жим лёжа, но при этом локти существенно приводятся к корпусу под углом 45 градусов, это считается прям золотым стандартом. И вот, столкнувшись с тобой, я узнал, что вот такой тезис ты высказал, что именно это и приводит к болям в плечах, а что вот для плеча в жиме лёжа более естественно положение, когда ровно в сторону, или нечто, или как нужно поступить, чтобы вот делать жим лёжа и без травм. Вот расскажи, пожалуйста, какой угол должен быть. Ну, слава Богу, сейчас спортивное сообщество, от этой тенденции под 45 градусов чётко оно отходит в сторону большего разведения локтей, а дальше уже определяется антропометрическими параметрами человека, потому что есть у меня и двухметровые товарищи с огромными конечностями, с очень-очень длинной грудной клеткой, то есть у них сложновато им, скажем так, сделать полный крест, вот, но они отводят руки там градусов на 70, на 75. А почему им сложно взять полный крест с точки зрения анатомии, что как бы когда длинная рука, это неудобно, да? Ну, у них не только длинная рука, у них сама грудная клетка, она растянута, то есть у них мечевидный отросток будет находиться, вот если на меня переставить, то он у меня будет на пупке, вот, да, то есть у них вытянутая антропометрия, соответственно, очень неудобные углы получаются тогда в локтевом суставе, в плечевом суставе, поэтому мы выбираем что-то среднее. Вот, для людей стандартной комплекции, скажем там, да, типа вот метр семьдесят пять, метр восемьдесят, то есть в принципе абсолютно спокойно можно развести полностью локти в сторону, при этом имея лопаточный мост и опускать штангу, ну, у меня она опускается четко под срез грудных мышц. А можно, вот, и меня заинтересовал фразой, что в спортивном сообществе отходят от этой тенденции 45 градусов сведения локтей, можешь в двух словах что-то об этом, как-то покомментирую чуть подробнее это? Ну, если смотреть на это в аспекте болевого синдрома в плече, то есть чаще всего у жимовиков проблема какая, то есть у них воспаляется передний отдел плеча, да, где-то в области переднего пучка дельтовидной мышцы, где-то в глубине и так далее, то есть может простреливать назад, может простреливать до локтя, но в принципе локализация болей в 90% случаев находится именно там. А чем это обусловлено? То есть здесь проходит длинная головка бисепса, которая играет такую роль в стабилизации, она прикрепляется к суставной губиолопатке, то есть во всем суставе, и когда мы опускаем штангу с приведением локтей под 45 градусов, у нас получается очень большое расстояние от центра вращения плеча до снаряда, то есть если провести от них перпендикуляр, то мы получаем там фактически полметра. и в момент выжимания получается такое дугообразное движение. Вот. А что будет приводить, то есть чем больше длина рычага, тем соответственно больше усилий, больше нагрузки будет приходиться на передний пучок дельтовидной мышцы. Вот. А хорошо ли это? Ну, скажем так, если мы работаем в экипировке, в майке зажимовой, да, там по-другому ты просто не пожмешь, то есть ты не опустишь штангу в ином положении. Но майка, она держит и плечевой сустав, грудные мышцы держат, и, ну, часто она и до локтевого сустава, там, да, сейчас частично фиксирует. Обычно локти голыми остаются, но, скажем так, некоторая протекция там существует. То есть там большую часть нагрузки на себя забирает майка, да, и конкретно швы. Вот. Если мы берем безэкипировочный вариант, у нас майки нет, у нас есть только наши мышцы, и, соответственно, чем оптимальнее мы подбираем рычаги, чем короче будет между местным приложением силы и снарядом расстояние, тем более оптимально будет распределение веса по всем работающим сегментам. Вопрос. Мне вот сегодня я говорил с Главенским, а то тема обсуждал, говорю, вот, зачем вот так локти сводить? А Димончик мне говорит, что у тебя ж сильные передние дельты, ты ж сто и много жмешь. Вот тебе и выгодно приводить. Людям, у которых сильная передняя дельта, они поэтому и жмут больше, когда они локти сводят. Но я могу сказать, что действительно, вот я когда локти развожу, то где-то 5-10% силы я по ощущениям терять начинаю. Или это временное явление, и со временем за счет грудной доберешь? Ну, если, скажем так, взять мою историю, то я из-за боли в передней дельте помножился на ноль. Вообще. То есть, я не мог пустую палку выжать от груди, потому что у меня рука отказывала. Сильно ли у меня была на тот момент дельта? Да хрен ее знает, да? То есть, как бы я не мог тренироваться. Думаю, никакая была уже в тот момент. На тот момент, да, она уже была никакая, как и все остальное. Когда я начал выходить из этого состояния, то есть, мне очень сильно в этом помог Марат Абдулин, да, своими советами, наставлениями, тренировками. И когда я уже смог сжать полноценно лежа, я стал замечать такую вещь, что чем шире я развожу локти, тем меньше у меня дискомфорт в плече. И, соответственно, постепенно я пришел к тому, что полностью разводя локти, я не испытываю вообще никакого дискомфорта. И вот уже последние 4 года у меня ничего не болит. Ни одно, ни второе плечо. Если брать силовой момент, то, да, безусловно, я из-за боли в плече я жал 0 килограмм. Да, после восстановления от травмы и успешной реабилитации я смог дойти до его результатов 220 килограмм на тренировке. Вот, да, в 217 килограмм. Представляете, друзья мои, вот результату. Доктор, к какому лучше доктору обращаться, который говорит, что все бодибилдеры и параллельтеры козлы? Вот вы приходите им, он говорит, ты что, качаешься? Вот ты придурок. Или лучше сконсультироваться у доктора, который 220 жмет и при этом сам себя смог вылечить от любых проблем с плечами. Значит, он и тебе поможет. Можно спросить, Кирилл? А вот если, допустим, стоя жмешь 100 килограмм и не болит у тебя плечо. Или там гантели большие жмешь вверх и передняя дельта отлично. А вот лежа жмешь, приводишь локти вот под 45 градусов и начинается боль в передней дельте. Можно ли из этого сделать логический вывод из того, что я прослушал, да, вот сейчас, что идет именно нагрузка на бицепс, да? Негативно. То есть болит не передняя дельта у меня, передняя дельта может исправляется. А вот бицепс он протестует. Может быть такое? Может. Как правило, у людей есть такое понятие, как триггер. То есть это локальное воспаление, которое может человека не беспокоить, то есть он его не ощущает. Но если мы начинаем его пальпировать или начинаем под каким-то углом нагрузку на него давать, то есть он себя проявляет болью. И это не есть хорошо, то есть это уже повод, ну, скажем так, задуматься на тему, откуда он взялся. Почему? Потому что любое локальное воспаление имеет тенденцию к распространению. То есть тенденит бицепса может перейти на капсулу сустава, на соседние, на надосную мышцу и так далее. То есть мы получаем уже фактически вот такой вот… Ну, раньше был общий термин – плечо-лопаточный периартрит, сейчас можно там сказать капсулит плеча и так далее. И это уже приведет к более серьезным ограничениям, нарушению функции и к тому, что человек, наверное, количество времени выпадет вообще из строя. То есть здесь надо тормозить и пересматривать те моменты, где возникает боль. хорошо, хорошо. Я хотел еще задать пару вопросов по инъекциям дипроспана в плечевой сустав. Я посмотрел твое видео, где ты рассказывал, что вопреки отношению большинства травматологов, что дипроспан – это смертельный препарат, он уничтожает связки, разъедает сустав. В большинстве твоих видео ты говорил, что дипроспан – это неплохо. Только ты в одном видео высказался, что его нежелательно колоть в внутрь коленного сустава. Я правильно понял или что-то не так истолковал? Это ты, видимо, что-то не так истолковал. Понял. А что касается инъекции дипроспана, вовсе, в принципе, все адекватные травматологи-специалисты используют данный препарат очень широко. Как правило, возбухают против него это либо люди, которые никогда его не пробовали, либо терапевты, либо неврологи и так далее. То есть люди, которые далеки, по сути, от лечения опорно-двигательного аппарата. Если смотреть вообще на все доступные методы терапии, которые у нас в современной медицине есть, я не беру сейчас аспект физиотерапевтического лечения, массажа и так далее, то есть вот медикаментозное, а дипроспан – это самое сильное противовоспалительное средство. Единственное, что сразу хочу предостеречь, то есть эти манипуляции должны выполняться исключительно врачом. То есть делать самостоятельную инъекцию – это, во-первых, вы можете неправильно поставить себе диагноз, во-вторых, вы можете не туда попасть и, соответственно, помножить эффект от блокады на ноль, а поскольку дипроспан – это кортикостероид, он обладает системным действием, да, у вас могут там давление подняться, сахар подскочить и так далее. По поводу локализации инъекции, скажем, тот же коленный сустав, его не рекомендуется вводить в сухой сустав. То есть вот если мы видим, что в самом коленном суставе нет воспаления и там нет избыточной жидкости, то дипроспан внутрисуставно в таком случае не вводится. Если есть синовид, если есть там избыточное количество жидкости в коленном суставе, мы ее откачали, и для того, чтобы этот синовид купировать, мы в полость коленного сустава уже вводим суспензию дипроспана. Что касается плеча, я очень часто использую дипроспан именно в качестве стартовой терапии. В каких случаях? То есть если вот приходит пациент, как правило у меня пациент уже с длительно текущим заболеванием, они там по несколько месяцев, там три, четыре, пять, шесть лечились самостоятельно, да, или посещали других специалистов, пробовали разные методы терапии без эффекта. То есть у них выраженный болевой синдром, у них боль в ночное время в плече и так далее. То есть они не могут приступить к занятиям физической культурой. И в качестве стартовой терапии, то есть для того, чтобы максимально быстро уменьшить воспаление и тем самым облегчить состояние пациента, делается блокада с дипроспаном в лобус клечевого сустава. И уже через три-четыре дня пациент полностью проинформирован о своем состоянии, о том, что нужно делать. Идет в крузал, он начинает работать над реабилитацией. То есть блокад это не лечение, это оккупирование симптомов. То есть, допустим, у нас если в плечо сделан укол, там такого эффекта не будет, что что-то там будет сушить, что сустав плечевой станет сухим. Там такого не бывает, да? Нет. Хорошо. А допустим, вот говорят еще врачи, противники дипроспана, что вот сделаешь ты себе в плечо суставы укол дипроспана и все, риск травматизма в десять раз потом у тебя будет больше. Это миф, как ты считаешь? Здесь это не то, чтобы миф. Я бы это назвал либо глупостью пациентов, некомплоентность, либо те специалисты, которые делали блокаду, не объяснили пациенту, как себя после нее вести. Я встречал такие случаи, условно, грубо говоря, там человек десять лет страдал болями в плече, пришел к доктору, потом сделал блокаду, у него, как говорится, от одного места отлегло, он пошел стройкой заниматься, там куалдой махнул, да, на радостях больной рукой у него отлетело сухожилие бицепса. То есть здесь нужно понимать, что чем дольше у вас существует воспалительный процесс, неважно какую локализацию, но если мы сейчас берем плечо, там тот же тендинедлинные головки бицепса, то что будет происходить? Там, где есть воспаление, всегда есть отек. Там, где есть отек, всегда есть нарушение микроциркуляции, то есть наши сухожилия недополучают нормального питания. На фоне недополучения питания, дефицита, что мы получим? Дегенеративные изменения. То есть сухожилие, которое было толщиной с палец, у нас станет толщиной с проводок. Есть разница в плотности и силе данного сухожилия? Безусловно, есть. Поэтому блокада – это стартовая терапия для того, чтобы снять боль и позволить человеку совершать движения в плечевом суставе. И дальше доктор обязательно должен ему сказать, что дружище, у тебя 10 лет болит, тебе нельзя кувалды махать. Вот тебе 0,5-килограммовая гантелька, вот тебе резиночка для фитнеса, иди занимайся. И через 3-4 месяца, когда ты сможешь уже не 5-килограммовую гантель поднять, а 25-килограммовую гантель. Мы можем тебе кувалду в руки дать. То есть сухожилие должно быть реабилитировано. Если сразу возникает у людей вопрос, а как реабилитировать сухожилие, ребята – это часть мышцы. Если у нас на фоне тренировок гипертрофируются мышцы и становятся сильнее, то опосредованно у нас идет усиление и восстановление сухожильных структур. Так же, в общем-то, и со связками происходит. То есть, если воспалительного процесса нет, то даже ослабленное сухожилие восстановит свою толщину, скажем так, или даже станет еще толще на фоне роста гипертрофии этой данной мышечной группы, к которому соотносится, да? Ну, если брать вообще само плечо и тенденит длинной головки бицепса, то прокачать изолированную длинную головку бицепса, я вообще не знаю, возможно ли это, потому что у нас ведущая головка – это короткая, она забирает на себя практически все. То есть, мы можем где-то смещать на нее акцент, но если пойти таким путем, то на начальном этапе реабилитации вы будете испытывать болевой синдром, то есть, и он будет прогрессировать и вас тормозить. А на начало реабилитации мы пациенту даем упражнение в обход длинной головки бицепса. То есть, мы понимаем, что у нас здесь есть что? Передний пучок дельты. По сути, если мы будем работать на передовидную мышцу, насасывать туда крови за счет нагрузки и так далее, мы тем самым будем восстанавливать постепенно трофику и самого сухожилия. И постепенно, начиная с двух-трех-пятикилограммовых гантелей, хотя бы молотковым хватом, в дицепсе тоже можно будет в тренировке включать абсолютно спокойно. Но от больших весов на начальном этапе обязательно надо отказать. Вопрос. Да-да-да, договорю. Если речь… Вот. Если речь идет о жимовиках, вот, да, то есть, ну, скажем, да, я вот без жима лежа, ну, как-то грустно, мне скучно и так далее, люблю я это делать. То есть, я даже с больным плечом жал, вот, и реабилитация у меня состояла, то есть, но техника жима лежа радикально поменялась. Я понял. Скажи, пожалуйста, вот, бывает такая ситуация у человека, вроде бы, вот, ему ставят диагноз воспаление длинной головки бицепса, но когда он качает бицепс даже с большой штангой, у него нет никакого дискомфорта, а боль возникает в каких-то других упражнениях. Как вот это объяснить? Именно тем, что длинная головка не всегда включается, а включается короткая, да? Ну, один из моментов, второй из моментов – это то, что у него еще всего лишь триггер, то есть, она будет включаться, если, скажем, там, руку назад отвести и в этом положении начать что-то качать. То есть, в определенных углах, там, где на нее будет идти сильное вытяжение, вот. А так это говорит просто о том, что человек в начале своего пути к травме плеча. А можно сказать, что сгибание рук, например, на наклонной скамье с отведенными руками назад и с маленьким весом может подойти до реабилитации длинной головки бицепса, ведь в таком положении она может, возможно, больше нагрузиться? Ну, как одно из возможных упражнений, которые можно давать и пробовать, пожалуйста, вот, если оно не вызывает дискомфорт. То есть, в этом упражнении может акцентироваться, да, этот пучок немножко больше? Он будет больше натягиваться. То есть, чем больше мы руку отводим назад, тем больше мы натягиваем, соответственно, сухожилия и длинной, и короткой головки. То есть, активация, возможно, за счет этого будет чуть больше, да? Не факт, но может быть. Скажи, пожалуйста, а вот если, допустим, с жимом лежа, вот мы примерно так подробно расспросили тебя, извини, что так подробно, а вот если, допустим, вот коротко больше, так как у нас время тоже ограничено, мы можем коротко пройтись по упражнениям и сказать, вот они для плеча имеют какую-то особую вредность? Вот, например, где есть такое мнение, что вот жим из головы нехорошо для плечевого сустава в принципе, лучше бы от него отказаться. Ты с этим согласен или нет? Ну, я тебе скажу, наверное, так, более лояльно, да, то есть, как Швейцария. То есть, нет плохих упражнений, вот, да, есть либо их нерациональное использование, вот, да, либо чрезмерное использование, либо какие-то нарушения технических моментов, вот. То есть, с точки зрения, если там брать бодибилдер, который хочет там по со всех сторон себя прокачать и так далее, и он не будет гнаться за большими весами, пожалуйста, делайте это хоть с поворотом, с перепад-выпертым, как угодно, да, то есть, лишь бы там вы почувствовали свои целевые мышцы. Если брать там, допустим, тренировки пауэрлифтера, то я в своей тренировках за, там, 13 лет не использую эти движения от слова со всеми, то есть, они мне не нужны. Ну, я понимаю, допустим, но, в принципе, сказать, что это упражнение вреднее, чем другие виды жимов. Можно или все-таки ты бы не стал делать такие поспешные выводы? Нет, однозначно нет, вот. То есть, можно его использовать при необходимости, то есть, если есть какая-то определенная цель, вы понимаете, для чего вы это делаете, пожалуйста, используйте, да, только ограничьте амплитуду так, чтобы оно у вас далеко не уходило и, опять же, не выворачивалось плечо на руку. Вот оно выворачивается, потому что гибкости у людей не хватает, они стараются опустить как можно глубже из-за головы. Может быть, целесообразнее все-таки рекомендовать жим гантелей лучше делать вместо такого упражнения? Однозначно. Жим гантелей – это вообще, в принципе, универсальное упражнение, и оно для реабилитации плеча очень хорошо себя рекомендует. То есть, можно все-таки сказать, что тем, у кого плечи бывают побаливают, лучше сжимы из-за головы потихонечку переходить на жим гантелей, да, а с жима лежа переходить на жим лежа все-таки с мостом, со сведенными лопаточками, вот так вот, да? Я скажу так, да, что если вы не профессиональный жимовик, вот, да, то вы можете вообще от жима лежа, как от упражнения на развитие грудных мышц целиком и полностью отказаться, вам это не нужно. И у вас сразу отвалится большая часть геморроя, связанная с дискомфортом, с техникой, с усвоением, с весами и так далее. Если же вы занимаетесь жимом лежа, и для вас это специализированный вид деятельности, то есть вы ничем другим не хотите заниматься, вот, да, то, безусловно, здесь техника жима будет играть первостатейную роль. Осталось пару вопросов. Вот если ты жмешь гантели, многие думают, что если вот жим гантелей, почему он лучше сжима лежа? Потому что можно опустить локти гораздо ниже. Но вот есть ли такая задача в жимах вообще опускать локтевые суставы как можно ниже к полу, чтобы максимально растянуть грудную мышцу? Вот как это с точки зрения биомеханики и медицины? Вот ты бы советовал суперглубокие какие-то жимы гантели или нет? Если брать жимы гантели лежа, вот, я в принципе не очень люблю данное упражнение. Почему? Потому что теряется визуальный контроль. То есть мы не видим и очень сложно уследить за одной рукой, за другой рукой одновременно. То есть если у человека расходящегося косоглазия нет, то где гарантия того, что он сделает симметрично? Вот. Опять же по поводу глубина опускания везде в принципе говорится о том, что мы стараемся опустить гантели по сути на уровень штанги. То есть вот до груди. Не ниже. Почему? Потому что чем ниже мы будем уводить плечо назад, тем больше мы будем растягивать грудные мышцы, что может сказать негативно, капсулу плечевого сустава. То есть очень часто вот после таких вещей у людей плечи начинают щелкать. Я согласен, да. Закончится это может, скажем так, не очень хорошо и зачем. То есть для развития грудной мышцы и для ее оптимального угла работы, то есть вот все вот опустили до уровня груди и выжимаете. То есть если ты гонишься за здоровьем, а не только за мышцами, то опускать, скажем так, руки вниз до гантелей на уровне штанги и приседать до параллели, скажем так, это вполне здоровая идея, да? Да. Прекрасно. То есть я имею в виду по поводу различных упражнений. То есть не стремитесь к какой-то невероятной растяжке мышц. Для этого есть упражнение для растяжки. Теперь хотел спросить. Последний вопрос. Вот, допустим, я подтягиваюсь на турнике прямым хватом, да? На ширине, чуть шире плеч. И в нижней точке я испытываю боль в плече, в суставе. Особенно если, знаешь, так повиснуть и прямо вот максимально. А в интернете есть видеоканал, где какой-то врач рассказывает, что все проблемы с плечами лечатся, если просто висеть. Вот висеть и растягивать таким образом плечевой сустав. А я как раз чувствую боли и дискомфорт, если я максимально буду висеть. Я чувствую, что если чуть-чуть лопатки... Ну, то есть ты понял, да? Не позволю себе вот суставу растянуться максимально, у меня ничего не болит. А если я растянусь максимально, начинает болеть одно плечо. Вот. Ну, я так думаю, что болит в любом случае сигнал, что это не нужно делать, да? Однозначно. А про эту методику ты не слышал? Висеть и растягивать плечевые суставы на турнике. Ну, слушай, по поводу висеть на турнике, там грыжи поясничные так пытаются лечить и так далее. То есть, как бы, ну, с точки зрения укрепления хвата, пожалуйста, висите. Но если мы берем даже технику подтягиваний, то о чем там говорится, что у нас стартовое положение в нижней точке, да, это не полный проист, а все-таки, да, мы чуть-чуть лопаточки вниз уводим. То есть, мы тем самым стабилизируем плечевой сустав. Потому что здесь, опять же, нельзя так голословно утверждать, что вис на турнике будет вас лечить, потому что мы не знаем, а какая у человека проблема. Да, возможно, его надосная мышца, которая будет в таком положении зажиматься, да, у аккормиальной плечистой сосленения, не готова к такой нагрузке. Вот, да, возможно, то воспаление, которое дает, оно дает отек, соответственно, мы увеличиваем так называемый импичмент-синдром, вот, да, или синдром боли в плече, скажем так, да, субокомиального конфликта. Соответственно, здесь все, опять же, элементарно и просто, да, если вы делаете движение, у вас есть дискомфорт после него, плечо чувствует себя нехорошо, наверное, пока это движение либо надо пересмотреть с точки зрения амплитуды техники и отягощения, либо вообще от него отказаться на эти альтернативы. Вот то стартовое положение, что ты показал, как раз боль не возникает. Боль возникает, если полный виз сделать, понимаешь? Это может быть признаком импичмента, да, вполне возможно? Сейчас очень сильно трактовка импичмент-синдрома вообще в медицине, она пересмотра. То есть, если раньше это было стопроцентно, да, что у вас узкое субокромиальное пространство, у вас сухожилие здесь не помещается из-за таких вот типичных движений, оно у вас разволокняется, уничтожается и так далее. Там артроз акромиально-плечичного сочленения, остеофиты, то есть была такая вот главенство механистической теории. А то сейчас стали рассматривать боль в плече, вот именно в этой локализации, еще несколько с иной стороны. То есть, что это не только механика и анатомия, да, а что что-то вызывает, да, и по какой-то причине сухожилие надостной мышцы у вас становится менее прочным и менее, ну, так скажем так, выносливым, да, к этому движению. Потому что это движение для нас оно природой создано, то есть мы можем рукой вертеть на все 360 градусов. Ну, конечно, да. Вот, то есть это естественное движение, и было бы крайне неразумно, да, говорить, что при выполнении естественных движений, нормальных анатомических движений в суставе, у нас что-то будет отваливаться. Есть, безусловно, ситуации, то есть я видел в своей практике истинный импиджмент-синдром, то есть анатомически видимый именно сужение с травмами, с артрозами плечевого сустава. Но гораздо чаще люди приходят, им ставят диагноз импиджмент, а у них анатомически все выглядит просто идеально. А разрыв надостной мышцы есть. Гораздо чаще воспаление или надрыв какой-то, да? Гораздо чаще это воспаление и хроническая перегрузка. То есть воспаление возникает в результате хронической перегрузки, и дальше уже идут те самые дегенеративные изменения. А болезнь? Как правило, люди, которые не обращают внимания на состояние своих суставов, то есть там, ну, поболел один-два дня, и как бы хрен бы с ним пойду, снова пойду там что-нибудь сделаю. Ну, такой суровый беспощадный тренинг. Это не про нас. Скажи, пожалуйста, вот говорят, очень полезно повышать мобильность плечевых суставов, тянуть их. То есть, например, вот так наклонился, потянул, ну, руку, допустим, положил на спинку стула, да, наклонился, чтобы у тебя так растянулось. Потом наоборотом назад руку оттягивать, взять резиновую ленту, назад растягивать, да? Вот полезно ли растягивать каждый день плечи себе? Ну, так, в меру, конечно. Это улучшит твою ситуацию с подвижностью, с безопасностью? Или стрейчинг не помогает безопасности? Надо, наоборот, закачивать плечи? Здесь должна быть золотая середина. То есть, если есть у человека ограничение мобильности, то есть, мы видим, что одна рука у него хорошо назад уходит, а больная рука ограничена, то, безусловно, ему сначала нужно восстановить амплитуду движения. И здесь на первый план выходит именно мобилизация сустава, то есть, есть и динамическая мобилизация, и пассивная мобилизация там, где врач работает. Как только мы амплитуду движения восстановили, то мы уже приоритет отдаем именно силовым тренировкам с целью гипертрофировать и сделать мышцы сильнее. А если брать, скажем так, для развития моста вам нужна супергибкость и так далее, большинство лифтёров, ну и, в общем-то, я сам, мы абсолютно деревянные. Вот, да, плюс, скажем так, если взять проблему с искривлением позвоночника, да, и самые частые современные, это, кифос, вот, да, то у нас пищо, кифотика, завалено вперёд. И нам крайне сложно будет увеличить конкретуду движения, вот, просто потому что у нас анатомия уже не длина. Ну, а как-то ты добился улучшения какого-то лета, или пока что хотя бы не ухудшаешь? Мобильностью? Да, вот такие шкифозники, вот я тоже у меня кифос, и мне трудно вот руки назад сцепить. Вот я видел, что есть пауэллифтёры, они раз там такие гибкие и сцепили руки сзади, но это исключение. Большинство качков, пауэллифтёров, им всем тяжело вот на сзади руки соединить, знаешь, из-за мышечного места. Знаешь, здесь ещё, опять же, да, от вида деятельности зависит. То есть, если бы мы занимались тяжёлой атлетикой, то для нас бы мобильность в плечах была бы в приоритете, потому что иначе мы не сделаем ни рылок, ни толчок. А если, скажем так, мы занимаемся по левкоргическому виду, то есть там такие движения мощностные, и нужна максимально прочная характеристика, вот, да, максимально жёсткая сцепция соединения, то... Ну, я, честно, ну и вообще в общем-то... Ещё хотел сказать, вот я когда пробую заниматься тяжёлой атлетикой, в таком-то возрасте, как у меня, да, там 45 лет, там начинаешь растягиваться на рывок, на толчок, и часто обостряется плечо. Уже, скажем так, вот эти вот все положения, да, с выколотом плеча, это надо с детства начинать или нет? Или всё-таки нет, как ты считаешь? Или можно в любом возрасте просто очень постепенно? Вопрос в специализации. Если ты собираешься дальше заниматься тяжёлой атлетикой, то, в принципе, есть надеждения, когда и возрастные детки абсолютно спокойно растягиваются, идут и выполняют свои упражнения. Если же это как наш пострел и где поспел, то, соответственно, успеха в этом мероприятии не будет, вот, да, можно здесь вспомнить кроскид. Хотел спросить, скажем так, можно ли посоветовать нашим зрителям каждый день делать какие-то упражнения, или, там, три раза в неделю для плеч, там, растяжка, ротаторы закачиваются резиной, или, может быть, на твоём канале какое-то видео мы можем в описании к этому видео оставить, про то, какая профилактика, ЛФК какое-то, или плечи так легко не... Или достаточно просто раз в неделю правильно потренироваться, там, грудь сделать, дельту сделать, если бы техника правильная, то этого достаточно. Ну, опять же, да, очень сильно зависит от того, на какую аудиторию мы вещаем. То есть, если это достаточно сильный спортсмен, который давно занимается и так далее, безусловно, он может раз в неделю потренировав хорошенько плечи, ещё, там, два раза в неделю поделать что-то другое, там, ноги, спину и так далее, то есть, дать плечу отдых. Если мы берём человека, который, вот, не занимается профессионально в зале, вот, да, но у него стоит задача, там, реабилитации, то что я им рекомендую? То есть, они могут один раз в неделю сделать силовую тренировку на плечи. Если, скажем так, мы начинаем там совсем издалека, то я порой даю и две жимовых тренировки таких, жим-гантелей сидя на плечи в неделю. А между ними они могут выполнять комплекс работы и на ротаторы, и работу с резинками, и работу на мобилизацию и так далее. То есть, это то, что не будет, скажем так, вызывать большого энергодефицита в мышце, то есть, не будет её сильно травмировать, уничтожать, и при этом будет давать, ну, как такая восстановительная процедура. Друзья мои, идея о том, что плечо – это космос, как я уже понял. Там очень много есть тем, только про плечо поговорить. А же ещё есть у нас и коленные суставы, и тазобедренные суставы, и позвоночник, и миллионы вопросов, которые, вы видите, огромное количество знаний, и точка зрения развернутая у Кирилла. Поэтому я прошу обязательно посетить его канал. Мы оставим ссылку на плейлист по различным суставам, и вы сможете подписаться и ознакомиться с информацией по всем проблемам, которые сопровождают как тренирующегося человека, так и новичка, который, возможно, даже ещё не тренируется, да? Вот. Спасибо большое. И на этом, пожалуй, мы закончим. Спасибо, что посетил нас сегодня. Рад знакомству, думаю, аудитория тоже рада. Какое-то прощание от тебя тоже, если можно. Прощание? Ушёл по-английски. Спасибо за вопросы, спасибо за беседу. Рад вещать на широкую аудиторию, это приятно. В свою очередь хотел бы, наверное, попросить вас, пациентов, задавать свои вопросы, в комментариях оставлять. Почему? Потому что, ну, многие вещи для меня, как для врача, они кажутся, так вот, прописные истины, и я могу о них не сказать, вот, а не упомянуть, потому что, ну, как само собой разумеющееся. Вот. А для пациента очень важно, чтобы было полное понимание процесса, было полное понимание того, что их ждёт, и что с этим можно сделать, и, соответственно, тогда уже будет проще выстраивать свои ответы, и я думаю, что проще будет выстраивать вопросы для следующих выпусков, если они будут планироваться. Спасибо. Спасибо, Кирилл. До свидания, друзья. До свидания, Кирилл. Спасибо.